Я хочу пригласить вас на фестиваль «Благости». Это удивительное место в Чёрном море, Анапе, много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Какие у вас вопросы ко мне? Да, ваш вопрос. Но именно по этой теме, да? Да, по этой теме много говорится о том, о приятности силы, силы духа, а это деятельность. Почему она на этой деятельности? Какую роль она играет? Какая деятельность? Злых духов, когда зачем нужны злые духи, какую роль она играет? Они нас держат в тонусе, чтобы мы не расслаблялись. Эту же роль играют злые события и сама судьба, вот энергия времени, она нужна для того, чтобы вы не расслаблялись. Это как провокация на то, чтобы вы не расслаблялись. Вот сегодня проспали немножко, это нехорошо. А я злой дух, который вам об этом говорю. Будете спать столько много, значит будете болеть простудными заболеваниями. Нужно вставать пораньше. Вот для чего нужны такие злые духи, как я? Чтобы вы встрепенулись немного. А если я такой просветленный, я могу на шаги у вас. Но если вы не такой просветленный, все равно будете страдать. Поймите, что тут судьба и все равно просветленный вы или нет. Судьбе по барабану просветленный вы или нет, понимаете? Ну, люди же разрушают семьи, уходят из жизни. Ну да. Для того, чтобы страдать следующей жизнью, получается? Нет, они страдают как наказание. А и переносят урок своему окружению, получается? Ну, окружение же тоже по судьбе все страдает. Не то, что я во всем виноват. Это другая тема. Если ты думаешь, вы говорите, я испортила жизнь своему ребенку. Ему вот что положено, то он получил, никто ему жизнь не портил. А если бы ты помолилась за него, ты бы наоборот милостью была для него в его жизни. И улучшила бы ему жизнь.